Работы в парке Заривьеры кипят и проходят комплексно. Оно и понятно, времени до окончания ремонта становится все меньше. А у кого-то сроки и вовсе прошли. Так, например, барнаульский подрядчик, занимающийся обустройством фонтана, уже выбился из графика. Водный арт-объект должны были сдать 31 августа. А это значит, что нарушение, хоть и незначительное, уже есть. По итогам того, как он нам сдаст документы, непосредственно для проверки, сам объект нам сдаст уже в полной готовности, мы посмотрим, какого числа это будет. И за этот период будут произведены штрафы и санкции. Хотелось бы сказать, что в этом ничего страшного нет. Это нормальный рабочий строительный процесс. Этот вопрос находится на особым контроле у администрации города. Да и сам подрядчик спешит завершить обустройство фонтана. А потому рабочий состав был усилен. Оборудование, насосы, форсунки, все необходимое для запуска объекта установлено. Сейчас на завершающем этапе отделочные работы. Плиткой выкладывают саму чашу фонтана. Напомним, что он будет двухуровневым в сочетании классического и пешеходного. Ждем с нетерпением открытия данного парка, фонтана. Наконец-то будет где погулять с детьми. Обширное место, тем более, что рядом с Думом. И мы очень сильно с нетерпением ждем, особенно всей семьей. Ну, очень долго ждем и мечтаем, чтобы уже наконец-то погулять здесь со всеми детьми. Надеюсь, что наконец-то его достроят в этом году, что он будет очень красивым. Мы увидим этот фонтан очень красивый. Дай бог, чтобы все было хорошо. Пробный запуск фонтана рабочие планируют произвести на следующей неделе. Что касается самого парка, то он должен быть сдан 30 сентября. Анастасия Рубинова, Алена Кисеева, Иван Зяблицкий. Будни.